Их 45. Они молоды, полны сил и желания помогать другим. 22 врача, 2 инженера, остальные со средним специальным медицинским образованием. С недавних пор эти молодые специалисты влились в дружную семью Новополуцкой больницы, а сегодня станут ее полноправными членами. Церемония посвящения в профессию традиционно проходит в стенах городского музея. Здесь особенно чувствуется связь поколений. Именно о том, как важно новобранцам сохранять и приумножать врачебное наследие своих предшественников, говорит на встрече администрации Новополуцка в числе пожеланий идти достойно по выбранному пути. Самое главное не то, что городские власти, а жители города рады, что пришло это пополнение. Потому что мы очень нуждались в пополнении. У нас был очень нехватка и дефицит медицинских работников. Профессия врача очень ответственная. Профессия медицинского работника – это постоянная, каждодневная встреча с людьми. И врач же лечит не только с помощью медицинских препаратов, назначений. Врач еще лечит и делом, и словом. Поэтому мы очень надеемся, что это будет достойное пополнение врачей. И нашим людям будет оказываться квалифицированная, грамотная помощь. Рядом с молодыми специалистами – их старшие опытные коллеги. Причем не только на церемонии. Прежде – на боевом посту. В Новополской больнице как нигде чтут институт наставничества. Ставка на быструю адаптацию вчерашних студентов на первом трудовом месте. А еще – это часть большой работы по закреплению кадров. Здесь и помощь с жильем, и поддержка от администрации профсоюза, в том числе финансовая. Неудивительно, что большинство тех, кто проходит интернатуру на базе местной больницы, сюда возвращаются. Уже как молодые специалисты. С некоторыми ребятами мы работаем уже второй год практически, потому что они проходили интернатуру на нашей базе. Ряд специалистов пришли только в этом году, в августе. Но в то же время они уже показали себя как достойные специалисты, которые могут выполнять свою работу, на которых могут положиться, которые, в общем-то, качественно оказывают медицинскую помощь населению нашего города. Молодой сменой доволен. О своем коллективе Егор Рогаль говорит с приставкой «замечательный». Большую поддержку коллег молодой хирург почувствовал, еще проходя интернатуру на базе Новополуцкой больницы. Импонирует ему и возможность проявить себя не только в работе, но и в творчестве. Первая проба – введение церемоний посвящения в медики. В целом же на ближайшие два года место работы Егора – четвертая поликлиника. Коренной новополучанин уже завоевал авторитет у коллег и пациентов. Шутка ли? За его плечами, несмотря на молодость, неплохой опыт. Работа с ковидными больными, проведение разного рода хирургических операций – не только. Егор Рогаль планирует и дальше развиваться в выбранном деле. Тем более, он не случайный человек в медицине. По сути, продолжаю династию. Родители у меня тоже врачи, мама с отцом. Ну, и хорошо. Ну, сам я захотел стать врачом со школы еще. Всегда равнялся на отца. Как бы мне нравится помогать людям. С медициной уходить точно не планирую. Пока что на данный момент, ну вот, в ближайших два года отработка в поликлинике. Я вот буду искать себя в каких-то узких специальностях. Ну, на данный момент мне город нравится. Коллектив хороший, везде в больницах. Администрация приятная. То есть, можно работать дальше. Ну, дальше буду смотреть. Что-то более узкое понравится. Я думаю, без проблем будет потом сузиться в кого-то узкого специалиста и работать уже на базе больницы. По традиции, церемонию посвящения в профессию дополнила экскурсия по музею. Новшеством же стал батл между молодыми специалистами и их наставниками. В целом же, что касается молодого пополнения, то в этом году к работе в системе здравоохранения Витебской области приступили около 500 медиков. Из них – 233 врача.